Добрый день коллеги, дамы и господа, я рада приветствовать всех представителей средств массовой информации, наших уважаемых гостей, участников сегодняшнего разговора, всех, кто находится на мультимедийной площадке Международного информационного агентства России Сегодня и всех, кто смотрит наш круглый стол в онлайн режиме. Тема круглого стола. Второй фронт и роль Красной Армии в его открытии. Сегодняшнее мероприятие приурочено к 75-летию начала освобождения Европы от нацизма. И также наш круглый стол, естественно, приурочен к 75-летию высадки англо-американских войск во Франции, открытию второго фронта. Завтра во французской Нормандии по этому случаю пройдут торжественные мероприятия с участием приглашенных европейских политиков, включая политиков Германии, президентов Соединенных Штатов, которые сегодня также будут принимать участие в аналогичных мероприятиях в Портсмуте. Президента России на эти торжественные мероприятия не пригласили под предлогом того, что приглашение рассылал не президент Франции, а всего лишь премьер-министр. В отличие от Запада, который пытается, к сожалению, сегодня принизить роль Красной Армии и Советского Союза в победе над нацизмом и в освобождении Европы, в России помнит вклад, который в нашу общую победу внесли союзники и с благодарностью вспоминает о ветеранах из Соединенных Штатов, Британии и других стран, которые участвовали в ледовых конвоях, а затем после открытия второго фронта также участвовали в освобождении Европы. Завтра в Музее Победы на Поклонной горе открывается выставка «Второй фронт», которая очень детально об этом рассказывает и еще раз подтверждает, насколько важно знать истинную историю Второй мировой войны. Я с удовольствием представляю участников нашего сегодняшнего обсуждения. С нами сегодня член Президиума Российского исторического общества, исполнитель и директор Фонда истории Отечества Константин Могилевский. С нами сегодня заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Ильдар Енебеков, старший научный сотрудник НИИ военной истории, военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ Наталья Шепова, ведущий научный сотрудник НИИ военной истории, военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ Виталий Богданов, Главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Денис Полянский. И я рада приветствовать на нашей площадке внучку главы военной миссии Советского Союза и Великобритании, официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии в июне 1944 года адмирала Николая Харламова. К нами сегодня Екатерина Бурлакова. Константин Ильич, в год 75-летия начала освободительной миссии Красной Армии Министерство обороны передает для публикации архивные документы, которые касаются освобождения Красной Армии Центральной и Восточной Европы. Публикация получается приурочена, но по сути к 75-летию высадки в Нормандии. Я знаю, что Вы пришли не с пустыми руками и готовы нам об этом рассказать. Пожалуйста. Спасибо. Действительно, через два дня исполняется 75 лет высадки союзных войск в Нормандии. Больше двух лет тянулась эта канитель с принятием решения об открытии Второго фронта. Конечно, совершенно справедливо Вы, Оксана, заметили, что союзнические обязательства выполнялись в части поставки оборудования и в составе ледовых конвоев, арктических конвоев и другими маршрутами. Конечно, вот это открытие Второго фронта было долгожданным. Долго советское руководство добивалось от союзников этого решения. Окончательно решение было принято и согласовано на Тегеранской, как известно, конференции. И было увязано открытие Второго фронта с началом масштабного наступления Красной Армии. И вот это наступление привело к освобождению значительной части территории Советского Союза, теперь независимых государств, стран Балтии, территории Белоруссии, Украины. И в течение 1944-1945 годов к освобождению ряда государств Восточной, Центральной и Северной Европы. И создана по поручению Сергея Евгеньевича Нарышкина, председателя Российского исторического общества, рабочая группа, объединяющая многих коллег, многие организации для координации усилий, просветительских усилий по представлению результатов вот этой работы, что происходило 75 лет назад в Восточной Европе. Эта работа, по нашему глубокому убеждению, должна быть основана на исторических фактах, на исторических документах. И Центральный архив Министерства обороны в рамках этой деятельности провел огромную работу, провел выявление документов, иллюстрирующих те события, которые происходили 75 лет назад в Европе. И в Российское историческое общество передано порядка 2000 документов. Вот даже список кратких названий, вот это такие пачки. Здесь и Центральная и Восточная Европа по странам, и страны бывшей Республики Советского Союза. И будет целый ряд таких просветительских мероприятий, в том числе и выставка, большая выставка Музея современной истории России, и цикл выставок в тех странах, которые 75 лет назад были освобождены. Нам кажется очень важным тем людям, которые в этих странах интересуются историей, хотят знать историческую правду, показать хотя бы коротко, на основании, может быть, и небольшого, удобного для восприятия количества документов, показать, что на самом деле тогда происходило и с какой миссией Красная Армия пришла в Восточную Европу. Мы неоднократно говорили о том, что совершенно невозможно, недопустимо, неприемлемо перекладывать на советского солдата, освобождавшего страны Восточной Европы от оккупации, от нацизма, перекладывать на советского солдата ответственность за те события, которые в дальнейшем по решению как местных политиков, так и мировых лидеров происходили на территории Восточной Европы. Освобождение Европы от нацизма нужно рассматривать в контексте Второй мировой войны, в контексте борьбы с Гитлером. И сегодня по поручению Сергея Евгеньевича Нарышкина как раз мы начинаем публикацию этих документов на сайте Российского исторического общества. Первое, несколько документов по ряду государств Центральной и Восточной Европы будут опубликованы. И, конечно, эта работа будет вестись, так сказать, параллельно с подготовкой выставок, ориентированных на зарубежные страны. Спасибо. Спасибо большое, Константин Ильич. В конце марта 1944 года Красная Армия вышла на рубежи Советского Союза, на советско-румынскую границу, и 27 марта уже оказалась на территории Румынии. Успешные военные операции первой половины 1944 года, снятие блокады Ленинграда, освобождение Кавказа, правобережной Украины, Одессы, Крыма, выход к границе способствовали тому, что союзники все-таки решили открыть Второй фронт. Правда, дата открытия несколько раз переносилась. И практически сразу после открытия Второго фронта в поддержку союзников на советско-германском направлении началось наступление в Карелии, затем операция «Багратион». Но был бы открыт Второй фронт в июне 1944 года, если бы Красная Армия не рвалась так стремительно на Запад. Наталья Яковлевна, возьмите микрофон, пожалуйста. Все работает? Работает, да. Хорошо. Вы знаете, мне хотелось бы немножко о другом сказать. Вы разрешите, да? Да, пожалуйста. Вот в плане современной международной обстановки, которая сейчас нападает многие страны, в том числе и бывшие страны-союзники на Россию. И в плане историческом замалчивается очень часто, что мы были союзниками и что мы выиграли эту войну сообща, все вместе. А во многих учебниках, например, в США и Великобритании даже сейчас не упоминается, что во Второй мировой войне союзниками были наши страны. То есть вся заслуга победы во Второй мировой войне приписывается всем другим странам, кроме Советского Союза. И в этом плане вот этой операции, то есть операция, которая началась, сейчас мы как раз об этом говорим, 6 июня 1944 года, союзная высадка в Нормандии, она оценивается и сейчас, и даже тогда я вот небольшую цитатку приведу, как тогда в 1944 году, оценивается как решающий вклад в победу над гитлеровской Германией в Европе. Вот, то есть могла бы зачитать, но я своими словами скажу, что в тот день газета, известная газета Time, писала, что до этого момента, до высадки союзников Нормандии, до начала операции Оверлорд, еще теоретически была возможна победа гитлеровской Германии, в Европе в том числе, вот на этом вот ТВД. А вот после высадки она стала невозможна, то есть победа была достигнута именно только благодаря вот этим действиям, этой десантной операции, значение которой, конечно, нельзя преуменьшать, она оказала большое значение, но все же говорить, что именно только благодаря этой операции была достигнута победа над гитлеровской Германией в Европе, так нельзя. И вот это вот мне хотелось бы, в общем-то, подчеркнуть, как бы, что нельзя и преуменьшать значение этой операции, но нельзя и забывать, что все же решающий вклад был сделан Красной Армией. Даже если, например, взять протяженность по времени, вот насколько, если мне не изменяет память, то боевые действия Красной Армии велись 1300, ну, с чем-то там, немножко дней, да, то есть какой. А вот операции на Втором фронте велись всего лишь 293 дня, то есть протяженность фронта тоже неизмеримо, конечно, была бы намного больше на Восточном, на нашем фронте, на Советско-Германском, чем вот в Западной Европе. Вот это вот мне хотелось бы подчеркнуть, думаю, что и нашим историкам, вот нам, например, нашему институту, когда мы пишем работы, а они продолжаются, в общем-то, мы продолжаем писать, но вскрываются новые факты, открываются новые документы. Вот это вот не стоит замалчивать и давать объективную оценку. Спасибо. Спасибо большое. Виталий Николаевич, а насколько важно было, с Вашей точки зрения, открытие Второго фронта именно для Советского Союза, который нанес колоссальную нагрузку в ходе войны? И почему союзники, по Вашему мнению, тянули с открытием Второго фронта? Это хороший вопрос. Да, поближе поднесите, пожалуйста. Это хороший вопрос, он уже в течение длительного времени будоражит умы и политических деятелей, и общественных деятелей, и просто вот людей, которые интересуются историей. Если мы обратимся к фактам, а факту прямо вещь и возьмем переписку трех глав союзных держав, то станет ясно, что руководитель Советского Союза, Сталин, еще в 1941 году начал ставить вопрос перед союзниками об открытии Второго фронта. Речь тогда шла об Арктике и о больших усилиях союзников по поставкам оружия и военной техники. Но Сталин понимал, что в 1941 году открыть Второй фронт было практически невозможно, ведь антигитлерская коалиция сформировалась и не в 1941 году, а только в 1942 году, и что было закреплено соответствующими документами, протоколами и договорами. В то же время ставить вопрос было необходимо, и Сталин на протяжении 1942-1943 года ставил перед Черчиллем и Рузитом этот вопрос. И порой казалось, что он достигнет успеха во время поездки Молотова, во время полета Молотова сначала в Великобританию, а потом в Соединенные Штаты. Казалось, что Рузвельт был согласен открыть Второй фронт в 1943 году, но эти ожидания оказались напрасными. Сталин понимал, что страна истекает кровью, Германия по-прежнему очень сильна, под угрозой находилась не только территория, но и в принципе будущее Советского Союза. И поэтому этот вопрос ставился им постоянно, в том числе и через Советское посольство в Лондоне, и через наше посольство в Соединенных Штатах. И казалось, что результат будет достигнут. Правда, союзники, в свою очередь, говорили, что Второй фронт – это операция «Торчфакел», которая началась в 1942 году в Северной Африке, потом высадка на Сицилии, высадка на Юге и Италии, ссылаясь при этом на неудачную попытку десанта на британское побережье 1943 года. И говорили, что им необходимо время для подготовки широкомасштабного десанта. Сталин не мог это осознать. Он, казалось, во многом шел на встречу союзников. В принципе, в 1943 году он распустил Коминтерн. Он полностью участвовал в работе антигитеровской коалиции на всех уровнях и того же ожидал от своих союзников. Но надо понимать, что исторически англосаксы, как морские державы, они в первую очередь преследуют, и мы сейчас это видим очень хорошо, свои собственные интересы. Черчилль был заинтересован в мягком подбрюши Европы, то есть это Балканы, это, возможно, Северная Африка. А почему Северная Африка? Потому что перед войной один из планов Германии подразумевал захват Суэцкого канала. И, в принципе, Черчиллю надо было укрепить свои силы в Египте для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти. С другой стороны, Соединенные Штаты и Англия вели войну на Тихом океане, а об этом тоже забывать нельзя. И там было задействовано достаточно много транспортных судов типа «Либерти», которые могли перевозить людей, личный состав, оружие и военную технику. Конечно, требовалась серьезная, абсолютная подготовка, и она велась. Но, безусловно, она была затянута. Достаточно вспомнить слова президента США Рузвельта, своему сыну, когда накануне Тагеранской конференции он сказал, что если мы сейчас не вступим войну, похоже, русские будут способны выиграть ее без нас. То есть геостатегическая обстановка на восточном фронте Второй мировой войны ясно говорила, что Советский Союз может быть не так быстро, как в 1945 году, но точно способен победить фашистскую Германию в одиночку. Для этого были у Советского Союза все силы. Экономика перешла на военные рельсы, и тут надо не забывать, что есть такая вещь, как военная экономика. А военная экономика Германии к этому времени была практически полностью исчерпана. Ведь в результате действий Красной Армии и во время предсамокеркинской операции Германия лишилась железной руды, поставок никеля и так далее. В результате действий Советской авиации были разрушены нефтепромыслы в Площаде, откуда Германия из Румынии перевозила для нужд военной промышленности нефть. И тут можно привести еще один факт. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах был принят закон о противодействии врагу, и аналогичный закон недавно принял Трамп о противодействии компаниям, которые будут помогать Российской Федерации в строительстве Северного потока-2 и в экспорте вооружений. Вот смотрите, все однозначно, все в истории повторяется, нет ничего нового по длиной. Так вот, известно, что в 1942-1943 году американские нефтяные компании через Португалию поставляли нефть в интересах Германии. Это общеизвестный факт. Что касается военной точки зрения, да, безусловно, нормандская десантная операция была крупнейшей десантной операцией, в которой было задействовано много сил, много транспортных кораблей, так же, как впоследствии была проведена крупнейшая во Второй мировой войне воздушно-десантная операция под кодовым названием «Маркет Гаден». В то же время, если обратиться к статистике, она вещь упрямая, ну, как рейтинги, то повышаются, то резко падают, непонятно. Так вот, на Западной фронте у немцев были резервные в основном дивизии или дивизии неполного состава. То есть, основные силы немцев и по протяженности линии фронта, и по количеству личного состава, и по оружию и военной технике были сосредоточены на Восточном фронте. Просто достаточно сравнить и сразу, вот почему-то об этом забываю, это сразу видно, кто внес больший вклад в победу над фашистской Германией. В то же время, поддерживаю Наталью Яковлевну, хочу сказать, что сейчас информационная война находится в самом разгаре. Микрофончик повыше поднимите. А, плюс которой можно добавить, что вместе с информационной войной идет так называемая когнитивная война, когда из сознания людей пытаются стереть историческую память, а без исторической памяти общество теряет свои корни и теряет, в принципе, перспективы на будущее. И усилиями, я почему хочу повторить, многолетними, это в принципе началось где-то со второй половины 40-х годов, когда были опубликованы первые дневники и записи немецких генералов о событиях на Восточном фронте, уже начались попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать действия Германии и принизить значение побед Красной Армии. Но вот мы знаем, старшие поколения, люди, которые профессионально занимаются военной историей, что это было совсем не так. Но в то же время мы должны понимать, что в современных условиях, когда против Российской Федерации на всех фронтах идет гибридная война, и в санкционной политике, и в политической, дипломатической, и даже в спортивной, мы должны понимать, что отстаивать историческую правду – это, в принципе, наша задача перед нашими потомками. Потому что есть проблема и здесь. Потому что я не говорю про население Западной Европы, которое, в принципе, не очень хорошо знает историю и верит всему тому, что говорят официальные СМИ, официальные западные СМИ. Но, к сожалению, и у нас, несмотря на наличие исторических обществ и других вещей, и публикации документов, это надо шире доносить через школы, через высшие учебные заведения, до нашей молодежи. Я неоднократно встречался с фактами, когда молодые люди, 25 и даже старше лет, не знают, что такое Сталинград, не знают про Курскую битву, не знают вообще, кто такой был Георгий Константинович Жуков. Вот это вкратце все. Извините, что задержало ваше внимание. Вот в ответ, Оксана Юрьевна, на ваш вопрос. Спасибо большое, Виталий Николаевич. Вы все очень правильно сказали. Особенно о том, что сегодня нужно меречь ту историческую память, ту правду, которая известна войне. Тем более, что с каждым годом становится все меньше реальных свидетелей тех событий. И если мы не будем наших школьников учить настоящей правдивой истории, то наше общество, к сожалению, разрушится изнутри. Я хочу подключить к разговору заместителя директора Музея Победы. Завтра на площадке вашего музея, Ильдар Валерьевич, открывается выставка «Второй фронт», которая, собственно, рассказывает о вкладе союзников в победу. На площадке вашего музея открывается огромное число различных выставок, которые призваны рассказать и молодому поколению, и не только молодому поколению, о всем том, что была Великая Отечественная война для нашего народа, какие жертвы мы понесли. Но будем говорить, конечно, о той выставке, которая открывается завтра, о выставке «Второй фронт», о чем рассказывает экспозиция. Добрый день, спасибо большое. Естественно, поскольку тематика у нас в первую очередь о самом Дне Д, о выставке союзников, то, конечно, большая часть выставки посвящена именно этому. Тем не менее, мы хотели бы показать взаимоотношения между Советским Союзом и союзниками по антигитлерской коалиции во все время, когда они между собой взаимодействовали политически, когда они взаимодействовали экономически, не только в военном формате. Поэтому выставка расскажет и о Ленд-Лизе, о помощи союзников нам во время войны. Она расскажет о самой высадке, о десанте. Она расскажет о том, как союзнические войска, что они делали, точнее, когда находились в Европе. Расскажет об их быте, как выглядели солдаты, чем они занимались. Расскажет о встрече на Эльбе и о наших бойцах, о американских бойцах. Это очень показательно, потому что у нас есть много достаточно фотоматериалов. Мы запросили иностранные музеи. Два из них откликнулись, это американский музей и музей Люксембурга. Скажу, например, что просили у англичан материалы, а англичане материалов никаких не дали. И вот посредством вот этих фотографий очень хорошо видно, что мы действительно тогда были союзниками, если посмотреть на лица солдат, на лица офицеров, когда вот они общаются друг с другом. Но, помимо этого, как правильно сказал коллега, статистика – это вещь неприликаемая, поэтому мы статистически покажем на этой выставке и протяженность линий фронта на Восточном фронте и на Западном фронте, и количество участвующих сил и с одной, и с другой стороны, и количество противостоящих нам противников, и количество государств, которые освобождали союзники, которые освобождала Красная Армия, именно для того, чтобы сохранить историческую память и показать, что вклад Красной Армии, опять же повторюсь, учитывая то, что выставка посвящена именно союзникам, тем не менее мы все равно хотели бы показать и напомнить о том, что Красная Армия сыграла решающую роль в освобождении Европы, и, естественно, при помощи союзников, но тем не менее, чтобы об этом не забывали. И одним из центральных персонажей этой выставки будет адмирал Николай Харламов, который с самого начала практически взаимодействия с союзниками, либо был представителем Великобритании, либо был наблюдателем во время высадки и операции «Оверлорд», и он является как бы связующим звеном между той частью выставки, которая рассказывает о дипломатии, которая рассказывает о экономике и о Ленд-Лизе, и той частью выставки, которая рассказывает непосредственно о военных действиях, которые произошли, собственно, начиная с 6-го числа. Спасибо большое. Крина Вадимовна, ваш дедушка, адмирал Николай Михайлович Харламов, о котором уже упомянул Ильдар Валерьевич, был единственным русским, который принимал участие в открытии Второго фронта. Что вам известно из семейных архивов, мемуаров, записей? И что ваша семья вы предоставили в музей на ту самую выставку, о которой мы только что говорили? Здравствуйте. Во-первых, конечно, я очень благодарна Музею Победы за ту работу, которую они проделали. Почти полгода мы собирали экспонаты, можно даже сказать, из разных частей нашей страны, для того, чтобы дополнить экспозицию. И очень правильно сказал Ильдар Валерьевич о том, что адмирал Харламов — это, наверное, тот человек, который является связующим звеном между нами и ими. Вот мы как-то сейчас делим и войну, и победу. И не мы начали эту битву, но нам приходится в ней также сражаться. А Николай Михайлович Харламов как раз был тем человеком, которому пришлось выполнять задачи своего правительства, но видеть живых людей, от которых выполнение этих задач зависит. И я, наверное, немножко расскажу о нем, для того, чтобы было понятно, почему к нему сейчас такое внимание. Контрадмирал Николай Харламов был назначен на должность заместителя главы военной миссии Великобритании и вместе с генералом Голиковым, начальником управления разведки, который был назначен главой миссии, приехал в Лондон 8 июля 1941 года. Однако уже через 4 дня, 12 июля, генерал Голиков был отозван в Москву, чтобы продолжить работу в США и заниматься как раз вопросами Ленд-Лиза с нашими американскими союзниками. А Николай Михайлович Харламов остался выполнять функции главы миссии. Официально в эту должность он был введен в 1943 году. Что такое вообще миссия? Это военное посольство, которое организовывается в стране для того, чтобы решать все военные насущные вопросы. Приезд всех граждан, офицеры или дипломатические сотрудники, ремонт любой техники, которая проходит через страну, обсуждение поставок, обсуждение гуманитарной помощи, военной помощи. Николай Михайлович был главным ответственным лицом за погрузку и наполнение актических конвоев, которые всю войну ходили и очень помогали нашему Северному фронту. Особенно фактически весь Северный фронт был снабжен тем, что нам давали союзники. Собственно говоря, его большая заслуга в том, что конвои вообще просуществовали до конца войны, потому что после разгрома знаменитого печального конвоя ПК-17 англичане закрыли поставки, и именно Николаю Харламову удалось убедить их, возобновить их снова. После чего продолжалось обсуждение в течение двух месяцев, как будет охраняться и как пойдет конвой ПК-18, что, собственно, и произошло. Мне бы хотелось, знаете, вот подчеркнуть такую мысль. Как правильно сказали уже наши выступающие, не нужно забывать о правде, и, наверное, всегда найдется время для того, чтобы эту правду сказать. И я считаю, что отчасти мы сами виноваты в том, что заслуги Красной Армии на Западе сейчас так недооценены. Но ведь и наше действительно молодое поколение, выросшее во времена становления нашего нового государства, тоже мало знает об этой войне. Вот буквально в последние годы сейчас этот вопрос как-то очень изменился благодаря политике нашего государства. И мне кажется, что просто нужно об этом больше говорить, терпеливо, упорно, веря в себя, прежде всего для того, чтобы о победителях знали наши дети, и, конечно, для того, чтобы о победителях знали во всем мире. И для этого просто нужно больше снимать фильмов, делать выставок. И не только о том, какие плохие были наши союзники, что они так долго нас не могли поддержать, но, наверное, о том, что мы находили возможность помогать друг другу. Потому что, ну, вот знаете, мне кажется, что наша современная с вами жизнь сейчас, она гораздо больше похожа на жизнь современных англичан и американцев. Правда? Потому что мир изменился и стал более открытым. Представить себе жизнь советского человека в начале 40-х годов, жизнь англичанина и американца в начале 40-х годов вообще очень сложно, потому что очень мало нас объединяло. И нельзя забывать о том, что коммунизм вообще пугал западные страны, и распространение коммунизма всегда боялись на Западе. И я думаю, что этим тоже историки меня поправят, если что. Наверное, была обусловлена вот эта вот политика преуменьшения роли Красной Армии в победе над фашизмом, потому что боялись распространения именно коммунизма. И Николай Михайлович всегда говорил, что роль нашей Красной Армии определенно в этой войне. Я хочу процитировать слова из его книги. Но в то же самое время были вещи какие-то, которые должны напоминать нам, что не всё было так просто. Я напомню, что 2 июня адмирал Харламов вышел на кораблях вместе с... на крейсере «Мавришес» во главе с адмиралом Питерсеном. Это была колонна «Д». Они должны были высаживаться у города Кана. И вот как это происходило. Адмиралу позвонили из генерального штаба. Да, новость была действительно заслуживающей внимания. Его пригласили стать официальным наблюдателем за высадкой. Этого события ждали советские воины, сражавшиеся один на один с основными силами фашистской Германии и её сателлитов. Невольно подумалось, если бы это известие получить год, а ещё лучше два года тому назад, сколько бы жизни было спасено, сколько полей было бы не вытоптано сапогами фашистских орд, сколько городов осталось бы целыми, сколько детей увидели бы своих отцов, сколько матерей обняли бы своих сыновей. Увы, слишком поздно пришло это известие. И всё же вторжение союзных войск поможет нам быстрее завершить разгром фашистских агрессоров. Почему именно Харламова пригласили участвовать в генштаб британский на высадку? Потому что ему доверяли. За время работы в Британии он заслужил доверие. И ему доверяли в Ставке. Военная миссия подчинялась не послу, а напрямую в Ставке. И по радиосвязи несколько раз в день получала указания непосредственно от Ставки. Главнокомандование. И Николай Михайлович всегда очень тепло отзывался об англичанах, хотя не совсем у него сложились дружеские отношения, но с кем-то сложились, потому что очень много людей было и в Адмиралтействе, и в Министерстве иностранных дел, которые нас поддерживали. Которые, кстати, вскрывали недобросовенность и нечистоплотность многих британских офицеров, которым не нравился Советский Союз, и которые всячески пытались мешать нашему сотрудничеству. А были люди в том же Адмиралтействе, в том же Министерстве, были люди на военных и судоремонтных заводах, которые помогали Советскому Союзу. Были митинги в поддержку Красной Армии, были, между прочим, в церквях в Великобритании. Только представьте себе, всю войну услужили молебны и собирали пожертвования в фонд Красного Креста, Красная Армия. Это тоже было. И, кстати, вот, когда уже наши союзники стали готовиться к высадке, ведь британские заводы работали в три смены, и они были завешаны лозунгами, что сейчас и для Красной Армии, и для СССР, и люди работали в три смены, понимая, что они помогают не только себе, не только нам, точнее, но и себе. И я бы хотела еще сказать, что Николай Михайлович Харламов был также во главе делегации с осмотром американских и английских групп войск, уже когда Нормандия была освобождена. И он встречался с генералом Брэдли, с генералом Монгомери, с фельдмаршалом Монгомери тогда уже. И после осмотра войск он подготовил выступление, которое должно было быть озвучено на конференции для британских журналистов. Однако, зачитав текст этого выступления коллегам из британской разведки, которые были приставлены к нашей миссии, был получен отказ. Адмирал Харламов сказал, что мы не понимаем, почему при таком количестве техники, при таком укреплении и таком количестве военного контингента наши союзники топчутся на месте. Это было сказано 26 июля 1944 года. И коллеги из генштаба разведки британского попросили его не выступать на конференции с подобным заявлением. Наверное, сейчас мы уже понимаем, почему. Николай Михайлович после войны служил Родине, он был командующим Балтийским флотом, участвовал в операции Карибского кризиса, отвечал за погрузку ракет на Кубу. И сейчас на Северном флоте есть большой противолодочный корабль, названный его именем Адмирал Харламов. Однако я считаю, что в эти дни, учитывая полемику, которая сейчас разразилась вокруг юбилея высадки и открытия Второго фронта, я думаю, что он станет как раз тем мостиком, который позволит нам все-таки вынести полезные уроки из истории и вспомнить о временах, когда мы сотрудничали и умели находить общий язык. Я закончу свое выступление, прочитав вам еще один небольшой фрагмент из его книги. Она писалась в середине 70-х годов. «Жаль, что теперь в годы мира нас часто разъединяет холодное недопонимание, в то время как мы успешно сотрудничали в тяжкие годы войны. На Западе предпочитают умалчивать решающие роли советского народа и его армии в разгроме гитлеровской Германии. И не случайно фильм о войне на советско-германском флоте демонстрировался в Соединенных Штатах под названием «Неизвестная война». А во Франции по решению тогдашнего ее правительства вообще отказались отмечать 30-летие Победы. Но война для нас, ее участников, всегда жгучая современность. И мы не намерены забывать великие ее уроки и жертвы». Это было сказано в середине 70-х годов. Мне кажется, мало что изменилось, но в наших силах попробовать это изменить. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина. Выставка «Второй фронт. Музей Победы» на Поклонной горе открыта при поддержке Российского военно-исторического общества. При поддержке Российского военного-исторического общества снимаются фильмы, открываются выставки, проводятся конференции, возводятся и реконструируются памятники, в том числе и памятники Великой Отечественной войны. Денис Валентинович, какой посыл, с Вашей точки зрения, вложен в эту выставку? Чему она должна научить? О чем напомнить? И, как Вам кажется, нужно ли пытаться эту выставку показать не только вот здесь, в России, в Москве, в Музее Победы, но, может быть, еще и на Западе, чтобы наши уважаемые западные коллеги, когда-то союзники по антигитлеровской коалиции, вспомнили, как все было на самом деле. Действительно, Российское военно-историческое общество очень тесно сотрудничает с Музеем Победы в освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И открытие там экспозиции, выставки по открытию Второго фронта, конечно же, очень важное событие. Дело в том, что Музей Победы сейчас преображается очень долгое время, там были очень хорошо представлены только те сражения, которые происходили на территории современной России. Даже по Борисской крепости, полноценной большой экспозиции, которую она заслуживает, там не было открыто. Ну, понятно, потому что музей возник уже в новой оси, и, конечно, нужно было начинать с того, что осветить все события, которые происходили на ее актуальной территории. Но то, что открыта выставка по высадке в Нормандии, повторюсь, это очень важный шаг, важный жест, показать, что мы не забываем о роли союзников, мы не поуменьшаем их вклад. И действительно, ведь высадка в Нормандии, операция «Овервольт» — это крупнейшая десантная операция в истории. Она была очень успешной, она достигла своих целей, там все проходило, ну, конечно, нельзя сказать, что как по нотам, потому что война — это всегда стечение случайностей, как бы к ней хорошо ни готовились, как бы хорошо ни планировали. Но мы также не должны забывать, благодаря чему нашим западным союзникам удалось так грамотно, так последовательно все это организовать. Почему им удалось накопить нужные силы, накопить должное количество судов типа «Либиэт» и всех остальных, заворовать прослотство в воздухе, то подавляющее, которое у них было в районе пролива? Об этом нужно помнить. Нужно помнить, что, несмотря на то, что, вот сказали сегодня, что адмирал Харламов был единственным, кто участвовал после ТСС в высадке в Нормандии, но мы помогали, как могли. Ведь известно, что накануне высадки проводились английская разведка, американская разведка, операции прикрытия информационные, самые известные из которых, пожалуй, операция «Бодигайд». Потому что пытались они как-то дезинформировать немцев, показать, что они собираются высаживаться не в Нормандии или не только в Нормандии. Известно, что по указанию Сталина советская разведка оказывала максимальное содействие этой дезинформационной войне. И кто-то скажет, что немцы же не поверили, что будет высадка в Нормандии. Они же не направили туда какие-то огромные контингенты или провели операцию по возможному перехвату. Нет, не повели. Но какие-то силы они все равно напрягали, чтобы поверить, насколько это правда. С другой стороны, известно же, что немцы ждали союзников пады Калия в самой узкой части. Все-таки здесь, в этой части, дезинформационная операция увенчалась успехом. Ну и самое главное, конечно же, именно сегодня в Центральном музее вооруженных сил проходит конференция с участием представителей Российского инистрического общества, посвященная операции «Богратион». И если в Истоков-Нормандии операция «Воевое» стала крупнейшей десантной операцией в войне, то операция «Богратион» стала главным наступлением вообще всей антигитлевской коалиции 1944 года. Да, говорят, что союзники переправили через канал миллион человек. В первой волне 150 тысяч, потом удалось нарастить, соединить плацдаймы, вот эти пять плацдаймов в один, и продвинуться к Парижу и далее в Нидерланды, Бельгию. Однако сравнить по масштабам даже вот эту вот крупнейшую высадку с тем штормом, который устроили четыре советских фронта с приданными эмиссивами в Белоруссии, но это все равно сравнение достаточно не в пользу фронта западного. Да, союзники преодолевали Атлантический вал, в чем-то недостроенный, где-то недокомплектованный личным составом, где-то в условиях подавляющего авиационного могущества их военно-воздушных сил. Но советские войска в Белоруссии наступали на очень подготовленную оборону, и там были лучшие войска. Та самая группа Аймицента, да, уже изрядно побитая, да, уже не та, что в 1941 году, но это всегда были элитные войска, лучшие из того, чем располагала Германия, и с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, личного состава гениалитета. И они были готовы удерживать Белоруссию, эту стратегически важную территорию. Они готовы были нависать балконом над всей южной частью Советско-Германского фронта, мешая освобождать Украину. Они были готовы очень долго удерживать этот фронт, с тем, чтобы все резервы, все, что у них было, переправить на Западный, и в этом случае у них был шанс даже вот эту блестяще проведенную операцию прорывать в корне и сборить соревнования в море. Но именно наши войска, именно Красная Армия не давали им этого сделать. Сколько дивизий, бригад, полков было переброшено с Восточного фронта на Западный в июне-июле 1944 года? Ни одной существенной боевой единицы. Какая часть резервов была отправлена на Запад, чтобы уничтожить Плацдайм во Франции? Минимальная часть. Все, что можно было, немцам пришлось бросить на Советский Германский фронт, чтобы латать огромную дыру, которая была пробита вот этими четырьмя нашими фронтами в Белоруссии, которые практически разгромили, практически уничтожили группами центра. И не забывайте, что нам не нужно об этом забывать, что это был только один из десяти сталинских ударов. Пускай, пожалуй, самый крупный и самый значимый. Всего из этих десяти крупнейших операций, а ведь они тоже были далеко не единственными из того, что мы предприняли в 1944 году на нашей части фронта, которая была самая протяженная. Тут, конечно, даже не обсуждается. Если вытянуть, скажем так, в одну единую линию тот фронт, который держали союзники в Италии, тот фронт, который они держали на максимальной протяженности даже уже не в Нормандии, а во Франции, все те фронты по линии островов, что они единовременно держали на Тихоокеанском фронте, даже если все это погрешить против истории, все это соединить в одной линии, все равно эта линия будет уступать той сухопутной части фронта, которую обеспечивали, которую держали, которую в итоге двигали на запад фронты Красной Армии и наших союзников, которые мы, по сути, организовывали сами. Войско-Польское, Чехосоватский корпус. Все это было движение, которое неуклонно стремилось к Берлину, отодвигало более чем 200 дивизий Германии и ее союзников, которые единовременно находились на Войско-Германском фронте. И, конечно, это был решающий вклад победы в победу при том, что мы не отрицаем значение выставки в Нормандии. Спасибо большое. Я хотела подключить к разговору и коллег-журналистов, у которых наверняка есть свои уточняющие вопросы. Итак, пожалуйста, поднимайте руки, представляйтесь и говорите, кому вы хотите задать вопрос. Да, пожалуйста, на второй ряд вам сейчас дадут микрофон. Говорите, пожалуйста, микрофон, представьтесь и кому вопрос. Журнал «Армии флот», Шеремецкий моя фамилия. Вот по поводу выставки. Я надеюсь, что она не будет представлена в таком духе, как американский фильм «Спасение рядового района», где там американцы крушат всех налево-направо, и в результате эти благодетели победили в этой самой войне. Может быть, все-таки напомнить там основную силу немцев, которые там сдерживали эти так называемые мощные десанты, мощные высадки. Там же воевали-то пацаны, Гитлер-Юдин и люди, которые негодны к строевой. Вот вся эта была кампания. Правильно я говорю? Правильно, да. Ну так вот надо и показывать это. Чего мы все время стесняемся? Как бы кого не обидеть? Французов не обидеть, немцев не обидеть, германцев не обидеть, этих самых, американцев не обидеть. У нас уже есть два эксперта, которые хотят. Я подозреваю, что выставка тоже будет в таком же духе. Показать мощь и значимость этой открытии второго фронта. А мы все время забываем, что за второй фронт сколько мы людей положили, а сколько за эту самую американскую тушенку было перечислено золото. Американцы обогатились, они стали так называемой ведущей организацией за счет того, что нажились на корабли наших солдат, а воевала-то с нами вся Европа, и сколько золотишка мы им там передали. А сейчас все говорят, они помогли нам техникой. Ну помогли-то, не бесплатно же помогли. Уважаемый коллега, мы поняли. Ильдар Валерьевич, насколько вообще упрек имеет право на существование относительно выставки? Здравствуйте, спасибо за вопрос. Это не совсем справедливо по отношению к выставке в частности, по отношению к Музею Победы тем более, потому что, как я говорил в самом начале, мы в первую очередь выступаем за сохранение исторической правды и за историческую справедливость. Эта выставка ни в коем случае не реверанс в сторону наших европейских партнеров, ни в коем случае не реверанс в сторону союзников. Да, на этой выставке будет и тушенка, которую они нам поставляли, да, там будут и истории о том, как они высаживались, естественно, ну потому что мы не можем об этом не сказать. Но, как я опять же уже говорил, там будет и статистика о том, сколько на самом деле погибло наших солдат во время освобождения Европы и сколько погибло солдат-союзников. Там будет информация о том, сколько лагерей смерти освободили наши солдаты и сколько лагерей смерти освободили союзники. Там будет история о том, какая протяженность фронта была, о том, сколько времени длились эти военные операции, это будет честная и непредвзятая выставка о том, кто действительно освобождал Европу. Это не реверанс в сторону союзников, совершенно однозначно. Виталий Николаевич, Вы тоже просили слово. Спасибо. Хоть и история носит имя древнегреческой богини Клио, но, тем не менее, она достаточно упряма порой бывает. И когда говорят о значимости Второго фронта в общей победе над носитской Германией, то, что без Второго фронта ничего бы не произошло, давайте вспомним, что было в конце 1944 года. Вот у нас почему-то выигрышные моменты для нашей страны, они как-то вот рефреном не идут даже на всех выставках. А что было? А было контрнаступление немцев в Орденах. Немцы перебросили с Восточного фронта всего лишь несколько дивизий танковых СС. И что стало с хваленными британскими союзными войсками? Они покатились, если, ну, история не любит сослагательное наклонение, но вполне вероятен вариант Второго Дюнкерка. И поэтому Черчилль обратился к Сталину с настойчивой просьбой, даже не с просьбой, а, может быть, где-то и мольбой о помощи. Не могли бы вы начать контрнаступление советских войск раньше намеченного срока? То же самое нам ставят в вину те люди, которые обвиняют в том, что мы помогли немцам разбомнить Варшаву, и не понимая абсолютно то, что для дальнейшего наступления необходима перегруппировка войск. Это вот любого политика, который так рассуждает, заставить пробежать 3 километра в противогазе в полной выкладке. И я вас уверяю, он долго не будет вспоминать о попытках решить проблему военным путем. Я вас уверяю. То же самое было в Орденах. Если гипотетически представить, что Советский Союз не смог вовремя перегруппировать свои силы, что было бы? И вот в этот момент, когда западные союзники говорят о том, что они внесли решающий вклад, хорошо бы пустить что-нибудь наполнить им про Ордены. И о том, что зимой 1945 года Красная Армия нанесла сокрушительный удар, после которого, и так было ясно, после которого Германия уже практически перестала сопротивляться на Западном фронте, бросив все силы на Восточный фронт, потому что нависла уже угроза над Берлином, там уже замаячились Еловские высоты и так далее. Вот о чем надо говорить. И еще что хочу сказать. Я много раз слышал в разных ток-шоу, вот пример союзников во Второй мировой войне показывает возможности их дальнейшего сотрудничества, даже вот в настоящее время. Я вам хочу со всей откровенностью сказать нет. Вся история взаимоотношения России с англо-саксами, начиная от освоения России Тихого океана, а потом доктрины адмирала Механа, так называемых кольц-анаконды, которые должны сомкнуться вокруг России, все это продолжает действовать и до сих пор. И англо-саксонский мир, за исключением Второй мировой войны, который они сами называют, это был брак по расчету, потому что Германия на данный момент была более с Японией, более серьезным противником, чем Коммунистический Советский Союз. И они, в принципе, не боялись распространения коммунизма, они геополитически боялись расширения территории Советского Союза и, соответственно, его влияния в Европе. Коммунизм, как идеология, существовал с 1848 года, если мне не изменяет память, с манифеста Коммунистической партии. И ничего с 1848 года существовало, ничего не случилось. Так что они боялись совсем другого. И то, что происходит сейчас, и не приглашение российской делегации на празднование 75-летия, это все отзвуки того, что целенаправленно, когнитивно стирают память о победе Красной Армии, о ее вкладе в великочисленной Второй мировой войне. Хотя до этого, до санкционного периода, советская делегация, российская делегация участвовала в мероприятиях в Нормандии. Причем неоднократно. Спасибо. Спасибо, Константин Ильич. Хороший совет от военного историка. Напомнить союзникам, да и всем странам Центральной и Восточной Европы, которые Красная Армия освобождала. Про Ордены не планируете ничего к концу года? Хороший совет. В чем сила, в чем природа российского исторического общества? В том, что это ассоциация, которая объединяет и организация, которые занимаются изучением популяризации истории и физических лиц, более 500 членов российского исторического общества. Поэтому, конечно, любого рода такие инициативы приветствуются в обществе. Но есть механизмы для того, чтобы этим заниматься. Спасибо. Спасибо. Давайте девушки сначала. Представьтесь. Мария Тонкова, «Спутник Франц». Вот Виталий Николаевич упомянул сейчас, что Владимир Путин не был приглашен в Нормандию, но во Франции, например, большее внимание привлекает то, что сам Эммануэль Макрон не будет участвовать в международной церемонии. Его упрекают в том, что будут приглашены ветераны, для которых, возможно, для многих из них это последняя церемония такого рода. Вот как Вы думаете, о чем свидетельствует отказ французского президента принять участие в годовщине? Спасибо. Хороший вопрос. Вот смотрите, сейчас кто после Великобритании теплого приема приедет во Францию? Американский президент. У Макрона с американским президентом есть определенные разногласия. Макрон в силу объективных обстоятельств в настоящее время выдвигается на лидирующую роль в Европе, потому что уходит Меркель, Мэй, в принципе, ушла, Англия потеряет свое значение в Европе после Брексита, но я имею в виду значение, которое она имела до этого. Поэтому у Макрон есть все объективные причины. Но, может быть, его нежелание участвовать, это и реверанс в сторону российского руководства, мол, я не участвую, и поэтому и российского президента не пригласили. Но если приглашал премьер-министр, то, в принципе, и наш премьер-министр мог вполне поучаствовать, потому что заслуга Советского Союза в открытии Второго фронта, она неимоверна, если даже учесть участие бывших российских военнопленных в таком движении, как французское сопротивление Маки. И поэтому, понимаете, везде сейчас идет геополитика, везде информационное поле превратилось действительно в такое поле, как Бородинское сражение, когда снаряды разрываются то тут, то там. Постоянно идут фейковые новости, которые сложно отличить от настоящих, потому что в ней говорится полуправда. Правда. Иногда даже больше правды, чем лжи. Но ложь, как известно, ложка дегтя портит бочку меда. Поэтому, может быть, Макрон озабочен ситуацией, которая сложилась и в экономике, и с проблемой желтых жилетов. Я не могу сейчас говорить за Макрона, но были веские причины, очевидно, по которым он не смог участвовать. Но я думаю, в первую очередь, это связано с приездом Трампа. Потому что известно, что Макрон неоднократно говорил о том, что Франция суверенная страна, и, в принципе, она не будет подчиняться какому-либо диктату. И, в принципе, Макрон был одним из инициаторов возрождения, так называемой, западной европейской армии, создания новой европейской армии, чем вызвал огромное неудовольствие Трампа. Почему? Потому что это деньги. Это деньги, это поставки оружия, это возможность диктовать свою волю. Вы знаете, что на всех постах главнокомандующих в НАТО находятся американские генералы? Спасибо. Константин Ильич. Вы знаете, вы о своем вопросе упомянули о ветеранах, в том числе о французских ветеранах. Мне кажется, это самое главное. Когда всегда мне, как историку, очень неприятно, когда великие трагические события истории становятся разменной монетой в политических спекуляциях. Когда память о людях, главное, это, конечно, память о людях и необходимость отдать дань уважения живым, вспомнить о павших уже, ушедших из жизни ветеранах. И когда их судьба, их вклад в то, что сейчас Европа такая, какая она есть, становится предметом политических спекуляций, это, конечно, очень печально. И кажется, что память о таких мирового масштаба трагедиях, она скорее должна объединять народы, а не разъединять их. Но, к сожалению, это взгляд историков, а политики, вот сегодняшнее поколение западных политиков, вот они приносят историческую память, историческую правду в жертву сиюминутной политической конъюнктуре. Завтра она изменится, а многих из тех пожилых людей, о которых Вы сказали, ветеранов уже, к сожалению, не будет. Можно я добавлю буквально пару слов? Вы знаете, на самом деле, по-человечески, наверное, очень трогательно это поведение может быть расценено президента Франции. Но вот я не могу себе представить, мне кажется, никто не может этого себе представить, чтобы, например, при праздновании юбилея какого-то победы СССР в войне, под предлогом того, что это событие для наших ветеранов, которых мы тоже очень любим и чествуем, не будут приглашаться выбранные какие-то главы государства. Вы можете себе представить такое, что, например, наше правительство заявит что-то такое, у нас на Красной площади не хватит места, и поэтому мы вашего президента не позовем. Ну как вот это можно себе представить, я не знаю. И вот отвечая тоже на Ваш вопрос, пару слов я хотела бы сказать. По-моему, цифра от момента обещания открытия Второго фронта до момента открытия Второго фронта на Восточном фронте погибло 5,5 миллионов советских солдат. Это вот цена подготовки, о которой уже говорили коллеги, и, безусловно, об этом мы тоже помним. Но, во-первых, я хочу Вам сказать, Вы меня простите, но Вы путаете ленд-лиз и соглашение, да, я сейчас к Вам обращаюсь, и соглашение о поставках, потому что это очень тонкий момент, историки, наверное, лучше об этом скажут. Вначале та помощь, которая шла нам от союзников, она шла действительно по оплате. Потом это все немножко изменилось, потому что система ленд-лиз предполагает другие условия. То, что использовано в войне и оплачено кровью наших солдат, я подчеркиваю, наших солдат, то, что останется, будет оплачено после нее. Но просто вот в таком ракурсе тоже стоит ли вести диалог, да, ну давайте сейчас все поссоримся, и будет что-то еще после Второй мировой войны. Этого же никто не хочет. Уважаемый коллега, пожалуйста, давайте не будем говорить с места, у нас идет запись, и нас смотрят в прямом эфире. Давайте к следующему вопросу, пожалуйста. Второй ряд. Представьтесь, и кому Ваш вопрос. Спасибо. Международное объединение, журнал «Киевская Русь», Григорьевич Алексеевич. Ну у меня два вопроса, в принципе, ко всей аудитории экспертов. Хотелось бы вот узнать, осуществляются ли какие-либо шаги вот профессиональными историками, представителями военно-исторического общества или других организаций в тот же Министерство просвещения о необходимости и конкретно представления каких-либо материалов, в том числе и по Великой Отечественной войне, для того, чтобы это было более полно отражено в учебниках, по которым учатся наши дети. Это первое. Второе. Хотелось бы узнать, есть ли какая-либо инициатива от вот таких организаций, в том числе как Военно-историческое общество по поводу возвращения или восстановления наименования города Сталинграда и Ленинграду в свете приближения к очередному юбилею вот со дня окончания Великой Отечественной войны. Как даже уже Лавров вспоминал, что в Париже есть улица Сталинграда, даже, прошу прощения, в Киеве сохранилась улица Героев Севастополя и проспект Сталинграда, Героев Сталинграда. А в Москве, прошу прощения, у нас нет ничего. Спасибо. Кто готов начать? Ну, поскольку большая часть вопроса была адресована Российскому институту, я позволю себе начать отвечать на этот вопрос. Что касается школьных учебников, конечно, это целиком поле для Министерства посвящения, но Российское военно-социальное общество вносит свою лепту. Уже третье издание высшего учебника военной истории, где обобщен опыт о ее событиях, в первую очередь, естественно, с акцентом на российскую военную историю, но там начинает все от колесниц египетских, и там даже раньше, да, от каменного века, и до самых последних событий. Адаптивно специально для детей, с иллюстрациями, все выверено, поэтому все желающие могут ознакомиться, и это как дополнительное лечебное пособие к существующим учебникам очень хорошее дополнение. В этом году вышла книга «Преподавание истории в школе», как это делают у нас и за рубежом, опыт сравнения, да, тоже Российское военно-социальное общество выпустило. Эта книга уже скорее для педагогов, и для всех интересующихся историй, где можно посмотреть, как в разных странах интерпретируют в рамках методических учебных курсов различные исторические события, и, как говорится, имеющий разум и глаза, чтобы это прочитать, сможет сделать выводы, где история преподается объективно. Понятно, что национальная учебная система это всегда что-то подстраивается под точку зрения страны, в которую эти учебники выходят. Но всему есть пределы, и после изучения этой книги можно делать вывод, что все-таки в российских учебниках объективнее, да, куда ближе к истине, куда меньше какого-то вот такого нашей, ну, национальной идеологии, да, куда больше объективных исторических событий, чем во многих учебных пособиях других ведущих странах, где просвещение тоже поставлено на высокий уровень. Ну вот, что касается Российского исторического общества. Значит, я могла бы... Давайте дадим возможность обществу высказать, а потом я вам передам слово. Спасибо, да, я могу добавить, напомнить, что несколько лет назад, уже 6-5 лет назад под эгидой Российского исторического общества прошла большая работа по обновлению школьного курса исторического образования. И по итогам этой работы, а в ней участвовали очень многие организации, и Института Академии Наук, и Братское военно-историческое общество, и педагогическая общественность, и родители, был составлен вот такой документ, концепция преподавания истории в школе, и концепция нового учебно-методического комплекса в отечественной истории, ядром которой стал историко-культурный стандарт, который представляет собой основу для учебников истории. Отличается вот эта новая система от старой, они постепенно одна другую заменяют, в первую очередь тем, что старая была концентрическая, то есть 20-й век весь изучался в 9-м классе, а потом 10-й, 11-й повторяли весь курс отечественной истории, сейчас она линейная. И вот в этом году первые выпускники 9-х классов, которые с самого начала 6-го класса учились по новой системе, по новым учебникам, они закончили 9-й класс и сдали экзамены по курсу российской истории до 20-го века. Значит, 20-й век они будут изучать в следующем году, в 10-м классе, впервые, еще раз подчеркиваю, вот по историко-культурному стандарту. Историко-культурный стандарт – это на сегодня единственный документ, который гарантирует возможность, обязательность для школьников изучать историю Великой Отечественной войны в течение более чем учебной четверти. Вот это очень важно. Время на изучение истории Великой Отечественной войны по новым правилам, по новым учебникам намного увеличилось. Ну и кроме того, я хочу подчеркнуть, что во все времена, а сейчас тем более, учебник не единственный источник информации для школьников, для учеников. Нужно развивать интернет-ресурсы. И огромная работа делается, в частности, в Музее Победы, направлена на то, чтобы каждый школьник Москвы и близлежащих регионов обязательно, по-хорошему вообще, каждый российский школьник должен побывать в Музее Победы, пройтись, посмотреть и на всю жизнь запомнить. А лучше не единожды побывать. Наталья Яковлевна, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, я хотела бы сказать, прежде всего подчеркнуть, что наш научно-исследовательский институт военной истории, военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, специфику его, поэтому у нас уже несколько лет разрабатываются, пишутся и внедряются учебники для высших военных учебных заведений. В том числе проводятся Олимпиады. Вот уже несколько лет проводятся Олимпиады по военной истории среди тоже всероссийские, причем всероссийские Олимпиады по военной истории, среди курсантов высших военных училищ. Мы предлагаем вопросы, разрабатываем эти вопросы, ну и потом проверяем эти Олимпиады и выявляем... Ну и как качество знаний. Ну да, понимаете, причем это не специализированные, это высшие военные училища. То есть это люди, которые там учатся, молодые люди, которые увлекаются военной историей. Так что вот проводится такая работа. А в отношении учебников для общеобразовательных школ мы тоже принимали участие в этом. И мне хотелось бы сказать, то есть это на уровне было официальном, на уровне института были написаны, по крайней мере один учебник, я знаю, точно он был написан. А вот я вспоминаю 90-е годы, когда была полная, мне кажется, анархия в этом плане. То есть каждый, кто хотел, тот и писал учебники для школ. А школы, самое главное, брали любой учебник. То есть не было официально утвержденного какого-то. Я могу сказать, что у меня ребенок, дочка моя как раз в эти годы училась. И поэтому, когда я посмотрела, мне стало интересно. Они проходили историю, как раз Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. Так вот меня тогда так поразило, это 90-е годы, середина конец 90-х годов, что в этом учебнике операциям на других театрах военных действий, на африканском, на Тихоокеанском, в том числе союзникам, вот операции «Нормандия-Небан» было посвящено 4 страницы, а нашей Курской, Сталинградской битве было посвящено буквально несколько строк, буквально полстранички. Я даже тогда, честно говоря, пошла к директору школы, которая преподавала историю, была причем заслуженным учителем, как ни странно, и сказала, ну как же так, почему вы выбрали этот учебник. И вот тогда у нас в инициативном плане, я знаю, несколько сотрудников выпустили учебник именно для средних общеобразовательных школ, где этот учебник был написан на основе объективного подхода и объективного освещения исторических событий. Вот это я могу сказать. Ну еще очень много, наверное, зависит все-таки от учителей истории, который помимо учебника должен давать более расширенный и подробный материал. Да, пожалуйста, на первый ряд вам микрофон. Да, представьтесь, кому ваш вопрос. Спасибо за внимание. Фальсификация истории... Представьтесь, пожалуйста. А, представьтесь, прошу прощения. Журнал «Союз РФ», интернет-издание. Фамилия Аронович. Я вот полностью согласен с представителем военного журнала, который говорит, что мы не всегда адекватно действуем на всевозможные выпады против нас. В частности, вопрос, касающийся высадки в Нормандии. Это не сегодня началось в связи с тем, что 75 лет и нас каким-то образом хотят вытесить. Это началось еще в 70-х годах, когда к 30-летию Победы вышел американский фильм, который назывался «Один день», посвященный высадке в Нормандии. Там ни слова не было сказано о том, что на Западе воюют русские. Все, совершенно ничего. Сегодня мы наблюдаем ту же картину, и героическая Франция, которая через две недели подняла руки и сдалась на милость победителей, сегодня главный победитель Второй мировой войны в Европе. Не так много осталось. Поэтому я к обращающему, не кажется ли вам, что мы слишком слабо ведем пропаганду по освещению событий Второй мировой войны в Европе? Опять представители общества. Мне кажется, что нужно работать, общее дело. Я хотел бы пожелать вам в первую очередь в эту работу активно включиться, набирать читателей, увеличивать аудиторию вашего издания, потому что очень важно, чтобы здесь усилия были объединены, и все, кто хочет говорить об исторической правде, имели бы возможность это делать, имели бы свою аудиторию. Спасибо. Что-нибудь дополните, Денис? Как представители российского военно-исторического общества? У меня здесь включаются, скорее даже, уже старые учительские инстинкты. Все-таки Франция, давайте будем объективно, шесть недель сопротивлялась. Понятно, что все было решено гораздо раньше, чем их официальная капитуляция, но все-таки не будем понижать их какого-то даже начального вклада. Но здесь все-таки играет фактор места, Нормандия, а не столько, наверное, роль Франции. Ну, конечно. Я к тому, что пропаганду, конечно, нужно вести, и нужно, чтобы она опиралась на объективные данные, потому что только правда может корить все остальное, все то, что пытаются водить против нас. Ну, и, конечно, нужно, в первую очередь, чтить события нашей истории. Наверное, от того, насколько успешно, качественно, интересно будем это делать, насколько будем вовлекать общественность, молодежь в эти процессы. Наверное, если мы сами будем с уважением относиться к событиям нашей истории, и на Западе, наверное, поздно ее начнут уважать. Да, пожалуйста. Я хотел бы добавить, что все-таки нашим информационно-пропагандистским органам надо выбирать и знать историю досконально, и выбирать те моменты, выгодные для нас. Ведь известно, что Черчилль был категорически против участия Франции в числе союзников победителей во Второй мировой войне, и категорически выступал лично против Деголя. И только поддержка Советского Союза и Иосифа Виссарионовича позволила включить Францию в число стран-победителей, тем самым как бы замазав их двухнедельное сопротивление и потом участие Франции на стране Германии в виде высшительского правительства. Вот и Совет Безопасности, и он тоже с помощью Советского Союза. А почему не упоминаем? Еще один пример. Какое-то время назад наш самый главный руководитель был в Польше. И когда президент Кочинский говорил, что пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в августе-сентябре 1939 года, это нож в спину Польши. А ведь никто не подумал, что план Вайс, нападение Германии на Польшу, был разработан намного раньше, чем все вот эти приготовления, которые были подписаны внезапно. Это говорит о том, что незнание истории. А если бы сказать, была бы совсем другая реакция, потому что очень часто я вижу моменты и в наших фильмах, то ли из-за экономии денег, то ли из-за чего в военных фильмах. Знаки различия, форма наших, я про американские не говорю, в наших, это просто ужас. Это просто ужас, это не соответствует действительности. Это во-первых. И во-вторых, когда нашим лидерам говорят какие-то моменты, часто либо молчание, либо что-то такое не внят на ответ. А это выигрышный момент для нас, для Российской Федерации, потому что мы победители. Не американцы, не англичане, мы, Советский Союз, Россия, как его правоприемница, мы победители. И с этих позиций мы должны выступать. Более активно, более наступательно. И вы меня, конечно, извините. Я хоть и много лет прослужил в Российской армии, но все-таки я считаю себя по духу воспитания советским офицером. И у меня отец участник Сталинградской битвы, и бабушка блокадница Ленинграда. И я могу сказать, что историю в советской школе преподавали, на мой взгляд, профессионально в историках, гораздо лучше, чем сейчас, с разными ЕГЭ и прочими баллонскими системами образования. Задам любой вопрос. Если кто-нибудь ответит, сниму шляпу. Главный вопрос революции 1905 года. Есть профессиональные истории? Кто сможет ответить? Какой? А с чьей точки займем главный вопрос? Микрофон возьмите. Вы сказали главный вопрос. Кто его задал? С чьей точки займем? С какого подхода? Это написано было в трудах Владимировича Ленина. Боюсь, что ты слишком молодой историк, чтобы читать Ленина. Главный вопрос революции 1905 года. Просто Ленин в его издании 27 томов. Я не уверен, что даже мой коллега читал все. Вы знаете... Просветите нас, а? Лучшие, меньшие, да лучшие. Я не могу сказать за все тома, но большинство основных работ были прочитаны. И как было написано в детской болезни или взны в коммунизме, хорошо писал в то время Карл Каутский. Это говорит о том, что у нас, в принципе, у школьников историческое образование было гораздо лучше, чем сейчас. Я уже не говорю по другие предметы, и по математике, и биному, и Ньютона, и прочее. Извините, это... Виталий Николаевич, но все-таки просветите нас про революцию 1905 года. Какой главный вопрос? А Ленин писал, аграрный вопрос, главный вопрос революции. Землю крестьянам, там, в принципе, вопрос стоял о земле. Это обсуждалось и в Государственной Думе. И на основе этого, в принципе, произошли те волнения, которые наряду с поражением в русско-японской войне и с промощенными выступлениями рабочих привели к революции 1905 года. Ну что ж, учите знать историю, чрезвычайно важно. И сегодняшнюю дату, которую мы использовали для круглого стола, дату высадки союзников в Нормандии, для нас это тоже повод, чтобы поговорить все-таки о вкладе Советского Союза в разгром гитлеровской Германии. И отдавая дань справедливости союзникам, мы все-таки в большей степени говорили о Красной Армии, о тех сражениях, которые способствовали тому, чтобы союзники все-таки открыли второй фронт. Небольшой вопрос представителю Музея Победы. Как долго продлится эта выставка? Как журналисты могут ее посетить завтра? К какому времени они могут подойти? Что для этого нужно сделать? Как это аккредитоваться? Выставка открывается официально завтра в 12.30. Для того, чтобы аккредитоваться, нужно журналистам связаться с нашим информационным агентством. И она продлится два месяца. Если будет востребована посетителями, будет большая посещаемость, то мы продлим ее еще. То есть экспозиция это не постоянная, это разовая экспозиция к 75-летию? Да, это выставка. Куда-то планируете ее вести потом? Да, возможно. Например, у нас хорошее отношение и подписано соглашение с Россотрудничеством. Вполне возможно, что мы в неком мультимедийном или электронном формате ее представим на площадках центров Россотрудничества за рубежом. Ну что ж, спасибо. Ах, школьники ведь имеют доступ на эту выставку и могут прийти ее посмотреть, как и все остальные. Конечно, как в любом федеральном музее в нашей стране, вход школьникам бесплатный. Ну что ж, я благодарю наших гостей за очень интересный разговор. Будем рады видеть вас вновь на нашей площадке. Тем более, что следующий год для нас юбилейный. Всего доброго, до свидания. До жучи, мои коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok